МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, это программа Город Асс. Я Елена Чернявская. Самарскому дому молодежи 6 лет. Возраст юный, а задача амбициозная. Максимально раскрыть потенциал современной самарской молодежи. Здесь молодые люди могут получить социальную, психологическую, юридическую поддержки. Деятельность учреждений охватывает сферу молодежная политика в городском округе Самара. Сюда входит и разработка реализации социально значимых молодежных проектов, и координация работы общественных детских и молодежных организаций, поддержка волонтерского движения и организации проведения культурно-массовых мероприятий, акций и конкурсов. Я представляю своих гостей. Директор Самарского дома молодежи Дмитрий Николаевич Кривов и начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения Мария Журба. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, какие новости? Что сейчас интересного происходит в Думе молодежи? Вот все-таки период самоизоляции на вашей деятельности отразился? Да, конечно, период самоизоляции отразился на нашей деятельности, но не в полной мере, как, наверное, обеспокоены все граждане. Мы продолжаем работать, продолжаем работать в рамках штаба волонтерского по борьбе с коронавирусом на территории городского округа Самара. Обеспечивали полтора месяца работу колл-центра, в частности, отвечали на звонки граждан, сотрудники Самарского дома молодежи, и обеспечивали на начальном этапе работу с волонтерами, которые именно уже ходили и ходят по категории 65+, которые сидят дома в самоизоляции, и помогаем таким людям, собственно, волонтеры помогают таким людям, получать продукты питания, оплаты ЖКХ, получать какие-то препараты лекарственные в аптеках, ну и многое другое. Можно ли назвать в тот период такой вот жаркой для вас порой? С какими сложностями пришлось столкнуться? Ну вот чисто такие психологические моменты, они же ведь тоже важны, согласитесь? Ну да, согласен. В первую очередь ребята жаловались, что все люди у нас разные, все желания, возможности, и поэтому со многими очень тяжело общаться. Ребята говорили на колл-центре, и это в первую очередь пожилые люди, которые выплескивают свои проблемы, жалобы, и волонтеру приходится, который сидит, а мы именно все там как волонтеры находились, на телефоне, выслушивая таких граждан, ну пропускать все через себя, и зачастую ребята даже пускали слезу. Говорят, я вот, Дмитрий Николаевич, сегодня расплакалась, бабушка рассказала свою историю. Ну много таких историй, на самом деле, ситуация не из радостных, когда общаешься уже напрямую с такими людьми. Спасибо большое. Вот расскажите, пожалуйста, на сегодня, попрошу, Мария, вас ответить на этот вопрос, что из себя сегодня представляет ваша организация, вот какие задачи перед собой ставите? Ну и, конечно, давайте поговорим о проектах, какие реализовали в этом году. Задачи, на самом деле, самые амбициозные, и мы уже не такая маленькая команда единомышленников, мы уже большая, самая настоящая команда, потому что нам помогают наши ребята-добровольцы, для которых мы стали семьей. Самое главное – это сделать максимально простую, понятную площадку для молодежи, которая поможет развиваться, добиваться и достичь определенных высот, которые есть в планах у каждого молодого человека. Мы показываем, рассказываем, как можно достичь своих целей, и самое главное – провести время вместе, весело и полезно. Вы работаете с начала существования Дома молодежи? Как долго вообще трудитесь? Скажем так, с 2015 года, а Самарский дом молодежи открылся в 2014-м, я чуть-чуть не успела к началу, но, в принципе, про деятельность знаю с самого начала, сама была волонтером в данном учреждении, и знаю о нем все. Вот сейчас спрошу вас, ну и, конечно же, в том числе и как сотрудника. Скажите, пожалуйста, любите ли вы свою работу, и что вот за эти пять лет, которые вы работаете в Самарском доме молодежи, на ваш взгляд, ну, изменилось в лучшую, в позитивную сторону, в разы, скажем? Я обожаю свою работу, скажем так, частичку себя и своей души я вложила, и есть определенные достижения. Например, про наш волонтерский штаб загремело прям наше название во всей Российской Федерации. Это заставляет задуматься, заставляет развиваться, быть лучше, и ребят привлекать действительно к очень важным вещам и делать благо для нашего города. Давайте мы порассуждаем вообще на тему волонтерского движения. Вот я знаю, что вы проводите все-таки систематическую работу по рекрутингу, обучению волонтеров, проведению, опять же, волонтерских мероприятий. Вот если все-таки продолжить фразу, что волонтер в Самаре это... Прошу вас, Дмитрий Николаевич. Волонтер в Самаре это, наверное, в первую очередь, как показывает нынешняя практика, человек с доброй волей, с доброй волей, с открытым сердцем, без всякого негатива в душе, который готов делать добро и только добро. Мария. Это открытость, это своя история. Для меня это, пожалуй, так, потому что ребята, которые только приходят в волонтерство, они совсем другие, чем те, которые на выходе. На выходе там амбициозные люди, которые уже достигли многого и которые зарекомендовали себя в этом обществе. Есть масса примеров. Хотелось бы... Вот как раз, да, попрошу их обязательно вас, их привести, потому что, ну вот, все-таки, слова, фразы, формулировки, можно не только о волонтерах сказать, да, такими формулировками? Вот пример, пожалуйста, приведите. Ну, например, у нас замечательная девушка-волонтер, которая была также с нами со стоков, сейчас она стала... Это Татьяна Захарова, она стала региональным координатором федерального движения волонтера культуры, она стала резидентом арт-кластера Таврида, это так здорово, и действительно, я очень горжусь с этими ребятами, Антон Уваров, который стал студентом года в прошлом году, и масса других людей, которые именно выходцы из нашего волонтерского центра, это прям заставляет гордиться и думать о том, как сделать лучше нашу деятельность и привнести еще что-то большее. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то особенные программы по поддержке волонтерского движения? Конечно, существуют, как на федеральном уровне, на региональном, так и городские власти стараются очень поддерживать это трендовое движение, потому что, если говорить о волонтерстве пять лет назад, это совершенно другой разговор. Сейчас все знают, по крайней мере, о том, кто такие добровольцы, с какого угла к ним лучше подойти, и о том, что нужно для того, чтобы волонтер чувствовал себя комфортно на мероприятии, когда добровольцы приходят к организатору и просят о том, какие условия ему нужны. Если сказать о муниципальной поддержке, то это конкурсы грантов, которые проходят хотя бы раз в год, а то и чаще. Региональные поддержки, это, например, есть такая программа «Регион добрых дел», она поддерживается федеральными властями, но все программы пишутся именно у нас в регионе, и власти региональные слушают, прислушиваются к активным деятелям, и это здорово. А в чем выражается эта поддержка? Ну, моральная, понятно, но как-то вот финансово, простите за меркантильный мой вопрос, поддерживаются волонтеры? Нет, конечно, это самый, наверное, первый вопрос, который следовало задать. Да, волонтерство поддерживается в рамках конкретной программы «Молодежь Самары», направлены определенные пункты программы на развитие добровольческого движения. И также с учетом привлечения волонтеров у нас проходят многие мероприятия других муниципальных программ, которые направлены как на антинаркотическое воспитание молодежи, профилактика правонарушений. Тоже во всех мероприятиях мы стараемся задействовать как можно больше волонтеров, которые помимо своей волонтерской деятельности принимали бы участие и сами получали некую информацию по направлениям данных программ, что немало важно в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, Мария, вот насколько активна сама позиция самарской молодежи вот в этом движении? Есть ли какие-то, я еще раз попрошу привести вас примеры, подтверждающие этот факт? Есть очень активные ребята, которые затрагивают те проблемы, о которых, скажем так, взрослые, мыслящее население никогда не будет говорить в силу, может быть, своего опыта, какого-то страха. Например, уже наш сотрудник Самарского дома молодежи Елены Михайловой, она затронула впервые такую тему, как забота о животных. И мы проводим с удовольствием уже второй год акцию «Подари тепло» и курируем, скажем так, приюты для животных. И ребятам реально нравится, это не то мероприятие, куда нужно силком тащить, а ребята сами предлагают свою помощь и берут под шефство каких-то животных. Это очень здорово, это вот самое настоящее доброе дело. У нас есть сюжет, я предлагаю сейчас его посмотреть, что говорят сами волонтеры о своей работе, о своем движении. Добровольчество и патриотизм тесно связаны между собой. Волонтер может проявить себя и помогать в организации патриотических акций и мероприятий. Также актуальна адресная помощь ветеранам, участие в исторических реконструкциях и другие форматы. Более конкретно выделим основные направления работы. Адресная помощь ветеранам, благоустройство военных памятников и захоронений, организация всероссийских молодежных исторических акций и квестов, помощь в организации парадов победы по всей стране, поиски останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Работа в патриотических направлениях ведется регулярно на всех уровнях. Волонтер-патриот может стать инициатором, организатором или участником в таких мероприятиях. Наиболее активно направление стало развиваться в 2015 году создание Всероссийского волонтерского корпуса «70-летие Победы». В этот год было создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». 2020 год указан президента объявлен годом памяти и славы. Благодаря этому в России пройдет большое количество мероприятий, приуроченных в годовщине Победы. Среди традиционных и успешных акций выделяет Всероссийскую акцию «Свеча памяти». В ночь с 21 на 22 июня жители города зажигают свечу память о начале Великой Отечественной войны. Также выделяет акцию «Георгиевская лента». Раздача лент происходит с 2005 года и к 2020 году в акции принимают участие более 30 стран. В 2020 году с особым размахом отметится Парад Победы. Традиционно он не проходит без участия «Волонтер». Продолжим разговор про волонтерское направление. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд это важная работа, важное действие, что ли, да, для привлечения молодых людей в волонтерство? Конечно, волонтер, ну, помимо доброй воли, добра людям, мне кажется, в первую очередь проходит человек, ставший волонтером, добровольцем, проходит социализацию. Многие, такую жизненную, очень важную, многие придят действительно на первом курсе института, там, средне-специального учебного задения, или став волонтером в 10-11 классе. Когда начинают свою волонтерскую деятельность, они сталкиваются с теми проблемами, ведь волонтерство – это не только пойти раздать георгиевские ленточки, какие-то листовки, поучаствовать в вопросе как волонтерам, но это, в первую очередь, взаимодействие с людьми, с людьми в данной ситуации, в рамках коронавируса, в рамках поздравлений там на День Победы, других каких-то праздников, в рамках социального взаимодействия с ветеранами и пенсионерами. Люди приходят, видят, некоторые, вообще, как существуют эти люди живут, приходят, некоторые ломаются, да, говорят, мы волонтеры на георгиевскую ленточку не больше, некоторые, наоборот, прикипают душой к ветеранам, ходят к ним, заботятся о них, помогают, поздравляют с Днем Рождения, и зачастую мы уже, как Самарский дом молодежи, об этом даже не догадываемся и не знаем. То есть, сами самостоятельно уже продолжают, да? Да, да. И это вот радует, что люди там из каких-то новобранцев, скажем так, превращаются в развитую личность, осознают те или иные проблемы, которые, к сожалению, у нас есть у пенсионеров, у людей старшего возраста, у инвалидов, и они продолжают эту помощь в решении этих проблем самостоятельно. То есть, правильно ли я понимаю вашу мысль, но ведь волонтеры это не профессия, да? Это, ну, вот какая-то общественная деятельность, может быть, призвание. Но может ли волонтерство перерасти в профессию, и человек уже этим заниматься профессионально? Безусловно, потому что волонтерство охватывает абсолютно различные сферы жизнедеятельности, от культуры до чрезвычайных ситуаций. Ты можешь себя попробовать. Это так называемый пробник профессии, и в этом удивительность, уникальность волонтерства, почему она набирает обороты. Это интересно. А сколько сейчас, вот если все-таки в цифрах, в статистике, сколько сейчас молодых людей состоит в волонтерском движении, вот в данном даже Доме молодежи? Непосредственно в нашем волонтерском центре свыше полторы тысячи человек. Много-мало для вашего города? Это много. Это очень серьезные цифры и на фоне федеральных волонтерских центров. То есть, это понятно, что многие уходят, многие приходят, но непосредственно актив, он достаточно велик. Вот сейчас попрошу рассказать, как можно стать волонтером, куда нужно обратиться, ну и, конечно, существует ли возрастной ценз? Так как мы работаем с молодежью, сразу скажу, что это от 14 до 30, но практика такова, что так как мы тянемся к высокому и великому, мы никогда не отказываем тем, кто постарше и хочет привнести свой вклад. А обратиться очень легко, мы работаем в социальных сетях, в шапке профиля Самарского Дома молодежи ВКонтакте, есть прям специальная графа, окошко яркое, которое символфорит о том, как стать волонтером. Нажимаешь, задаешь вопросы, с тобой связываются буквально через несколько минут. То есть, это все проходит онлайн, какой-то предварительный отбор, какое-то тестирование существует или берете абсолютно всех? Берем на начальном этапе абсолютно всех, а что касается рекрутинга на непосредственные мероприятия, то перед этим существует инструктаж, специальные технологии, это уже работа дальше. Вы как директора, Дмитрий Николаевич, общаетесь ли лично? Конечно, я стараюсь с волонтерами общаться. И вот в том году было мероприятие, у нас проходила цифровизация телевидения, наверное, это вас в первую очередь коснулось. И я, будучи такой проблемной, на самом деле, было задание помочь бабушкам, дедушкам, тех, кто, опять же, одиноко проживает, подключить цифровое... Помочь настроить, да? Да, помочь настроить цифровое телевидение. Да, у нас есть университет телекоммуникации и информатики, который, скажем так, составил основу группы этих волонтеров. Но, будучи любопытным, я одел манишку у волонтера Самарского дома молодежи еще с одним сотрудником. И также поехали на выезд. То есть попробовать, что это такое, как узнать действительно все проблемы... То есть научить сам и научить другого, да? Конечно, это в первую очередь, я считаю, наш принцип работы. Вот Мария говорила, что шапки профиля, да, находятся у нас, но есть еще тенденция, что надо регистрироваться еще на сайте Доброволец России, где ты получаешь электронную волонтерскую книжку, все твои заслуги, достижения там отражены, и видит не только Самарский дом молодежи тебя, но и вся, как говорится, Россия, какой ты есть Доброволец. Но это, подождите, это какой-то плюс для будущего, личностного роста? Ну, расскажите о перспективе. Это совершенно недавняя мера поддержки добровольчества, которая была услышана главой нашего государства, и это очень здорово. Переформатировали сайт Добровольца России в добро.ру, есть даже онлайн-университет добровольчества, и вот электронная книжка позволяет будущему работодателю доказать, что ты обладаешь определенными навыками, там, и коммуникативными, и не только, то есть, что ты помогал определенной себе. Вот вы общаетесь с волонтерами, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то преференции на будущее у волонтеров при, скажем, поступлении в ВУЗ, трудоустройстве, на работу? Вот какие-то меры поддержки они получают, кроме того, что они сами дарят людям? Ну, сейчас есть вероятность того, что волонтерский стаж будут засчитывать как трудовой стаж, соответственно, я думаю, что это будет действительно по электронной этой трудовой книжке, трудовой уже назвал, да, волонтерской книжке, и также в зависимости от учебного заведения высшего образования, на, к сожалению, там, по-моему, от одного до трех баллов ты можешь получить к результатам ЕГЭ, за то, что ты был волонтером, и у тебя есть соответствующее подтверждение твоей деятельности. Отлично. Если про волонтерское движение все, то тогда перейдем к другим темам, либо что-то я забыла спросить. Можно говорить о волонтерах долго-долго-долго, да. Ну, тема очень интересная. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, над какими проектами вы работаете сейчас? Этот год все-таки ознаменован 75-летием Великой Победы. Вот какими проектами был ознаменован для вас, ну, первое полугодие уже прошло? Что нового придумали, сделали, воплотили? К сожалению, что мы придумали, планировалось, конечно, проводить на территории городского округа Самара, на улицах, и, к сожалению, данная ситуация немножко изменила наши планы. Мы перешли, да, в интернет-форматы и проводим многие акции, какие планировали, в том числе и в интернете. Также прошла акция и Георгиевская ленточка, дарили друг другу ленточки в интернете, фотографировались в ленточках, не то что полученные, которые вот волонтеры уже на улице, а волонтеры, сохранившие люди, сохранившие Георгиевскую ленточку с предыдущих акций. Что она у них хранится, не только вот они ее получили, забыли где-то и получили вновь, но они ее хранят возле самого сердца. Также есть исторический проект улицы Героев, наверное, он популярный у нас в Самаре, да, улицы Героев, улицы Победы и все такое аналогичное. Ну и еще... Вот поскромничали. Зимой проводили достаточно тоже любопытную акцию, у нас есть сюжет и предлагаю вспомнить, как это было. Это ленточка, реплика муаровой ленты «Медали за оборону Ленинграда». Оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь. В этот день, 76 лет назад, Ленинград был освобожден из фашистского кольца. В честь этой даты на улицах Самары волонтеры раздавали «Ленточки». Ну это потому, что в первую очередь это очень важно для молодежи. Я вот взял как бы две ленточки, у меня дочь, она как бы хоре поет. Тем более она вот ездит в Маев, в Прагу, они с хором летят как раз именно на День Победы. У них военный спектакль очень хороший. Стоило бы напомнить о мире, о мирной жизни, насколько она важна. Вот, потому что мы вот забываем, что мирная жизнь иногда стоит каких-то потерь, трудностей, вот, и надо ее оценить. В этот день волонтеры раздали более 900 ленточек. Акция прошла в центре города и в Парке Победы. Ребята говорят, это еще один способ напомнить современникам о прошлом. Акция позволяет, опять же, напомнить жителям городского округа Самара о сегодняшнем дне, о знаковом дне в истории и о том, что все-таки нужно помнить тот подвиг жителей и защитников. Это важно, так как наши предки в те времена войны вели упорную деятельность. Ну, они старались, чтобы у нас было мирное небо над головой. Организаторы говорят, акция обязательно станет ежегодной. Над какими, Мария, еще проектами, посвященные 75-летию, вот сейчас в нашем эфире стоит рассказать, упомянуть? Не первый год проводим акцию «Вам, любимые», когда мы заботимся о наших дорогих ветеранах, у которых огромный опыт, с которыми просто интересно общаться, как с обычными людьми. Когда приходим к пожилым людям, мы поздравляем с днем рождения, с 8 марта, с 23 февраля. То есть в течение года. Да, они радуются как дети общению, даже не тем подарком. И здорово, что в этом году мы успели поздравить ветеранов с днем рождения, уже потом, конечно, онлайн с ними. Нет, некоторых поздравляли, причем уже в рамках. Да, то есть были исключения. Вместе с помощью гуманитарной, которую предоставляли, поздравляли букет цветов и поздравления. А вот реакция у самих людей, у пенсионеров, у ветеранов, какая она, когда приходят волонтеры, люди все-таки еще доверяют? Им безумно приятно, они доверяют, потому что они уже привыкли к такому формату, потому что это не от раза к разу происходит, а все-таки на систематической основе. И им приятно просто пообщаться, а нам, как молодому поколению, как волонтерам, приятно с ними пообщаться не о той страшной войне, а именно как просто с людьми, которые другой закалки, которые могут нас научить. Они очень выдержаны, у них больше сил, чем у нас, и это поражает, если честно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас есть нехватка волонтерских рук? Можете сейчас пригласить вступить в волонтерское движение? Всегда ли нужна помощь? Помощь нужна всегда, но самое главное, чтобы человек пришел и не побоялся, чтобы он пришел к этому сам и с открытым сердцем, с открытой душой, потому что если это происходит насильно, это, конечно, немножко не то, это не про волонтерство. А мы всегда рады, мы всегда открыты и самое главное всегда готовы посоветовать, с чего начать, как себя реализовать и так далее. Но вот все-таки помимо волонтерского движения, скажите, пожалуйста, какое все-таки еще направление работы с современной молодежью вы сейчас продвигаетесь как руководство и как сотрудники? Ну, мы стараемся продвигаться по всем направлениям молодежной политики, которые запечатлены, так скажем, в законодательных актах нашего государства. Но в первую очередь это, конечно, всеми любимое творческое направление нашей молодежи, в первую очередь студенчество, которое составляет все-таки основу нашей группы такой молодежи от 14 до 30 лет. Это стандартная наша студвесна, которая у нас родилась, собственно, в Самаре, в Самарской области. Младший брат или сестра этого фестиваля Веснушка, предназначенная в первую очередь для среднеспециальных учебных заведений. В том году успешно стартовал студенческий дебют, это также для учебных заведений в плане раскрытия творческих способностей первокурсников. В этом году, к сожалению, не все концерты у нас у Веснушки удались, у нашего фестиваля искусств. Но я думаю, мы закончим, сделаем логическое завершение осенью. Все уже шутят, что будет называться не Веснушка, осеньюшка, но логическое завершение должно быть. Также это различная поддержка творческих коллективов. Мы приглашаем их участвовать на наши мероприятия, которые проводим на улице. Ведь важно самореализоваться человеку не только в стенах своего учебного заведения, но и попробовать себя на людях, почувствовать, что это такое. Либо ты скажешь, нет, действительно, это не мое, наверное. Студ дебюта для меня достаточно, или ты пойдешь по жизни дальше уже развиваться в творческом направлении. Также мы проводим работу в направлении профилактики правонарушений, в чем нам помогает антинаркотическое воспитание молодежи, помогают две муниципальные программы. Это будет серия мероприятий «Жизнь и театр», где применена технология равной равному, то есть волонтеры, опять мы возвращаемся к нашим волонтерам, под руководством психолога, режиссера, готовят социальный спектакль на волнующие их темы, но в первую очередь это негативные зависимости, и показывают уже в учебных заведениях города его перед другими школьниками, студентами, они между собой обсуждают, конечно, присутствует режиссер, психолог, который модерирует все эти встречи, выводит проблемы наружу и в первую очередь доносит их до детей и для преподавателей, которые сидят тут же и смотрят. Также это профилактика правонарушений, это другое мероприятие. В этом году планируем провести правовой турнир, в рамках которого также будут заданы вопросы, проведены там викторины, будет проведен фотоконкурс работы студенческих, на котором они будут показывать те правонарушения, которые для них более актуальны. Все делаем, то есть актуально для молодежи, глазами, руками. Молодежи от обратного, да, как это называется. Вот в последнее время очень много говорят о так называемых социальных лифтах для молодежи. Скажите, пожалуйста, вот Самарский дом молодежи может считать себя таковым? Безусловно. Да, думаю, безусловно. Первый директор Самарского дома молодежи, Бурц, вот вам яркий пример социального лифта, является сейчас заместителем министра образования Самарской области, возглавляет департамент по делам молодежи, выиграл конкурс лидеров России. Я думаю, что без Самарского дома молодежи у него данный такой социальный лифт бы, взлет не получился бы. Ну, хотя он человек упорный, думаю, но все-таки Самарский дом молодежи, да. Нет, и Мария говорила про Антона Уварова, который был волонтером, сотрудником Самарского дома молодежи. Да, прошел все стадии. Является сейчас лидером своего учебного заведения. Много ребят, которые прошли, и даже Татьяна Захарова, который действительно на региональном уровне, Лейла Бадалова, которая сейчас вообще в правлении Ассоциации волонтерских центров находится, увидели, заметили. Конечно, она не только активный человек в рамках Самарского дома молодежи была, она активный человек по жизни. Но мы помогаем, и они, как говорится, активность к активности будет притягиваться. То есть многие люди, которые приходят, если, может, не такие, конечно, карьерные взлеты осуществляют, но по жизни, я думаю, им помогает это правильно и социализироваться, и вести себя по жизни, и определиться за дальнейшей профессией. Многие, приходя даже в Самарский дом молодежи, не имеют, скажем так, профессионального образования, уже в дальнейшем идут повышать квалификацию в рамках направления молодежной политики, доучиваются и так далее и тому подобное. Спасибо большое. В наше время подошло к концу. По традиции программы хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы хотели пожелать себе, своим коллегам, ну и, конечно, вот сейчас, что бы хотели сказать нашей самарской молодежи? Ну, Самарский дом молодежи всегда открыт для нашей любимой молодежи. Всегда вас ждем, готовы поддержать ваши инициативы не только на вашем уровне, но если она достаточно хороша, вывести ее на городской, на областной уровень. Ну, а там и вся Россия будет, да. Хотелось бы пожелать уметь быть всегда активным в любой ситуации, как в оффлайн формате, так и в онлайне. И мы готовы помочь, мы открыты для любых успехов. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу города ТЭС. Всего хорошего. До свидания.